Сегодня облачная погода, но мы находимся на берлинском фестивале Кенако. То есть сегодня здесь очень много представителей африканской общины. Вот наши гаволитцы, блогеры. Ну, в чем, собственно, заключается фестиваль? Обычный рынок, торговые ряды. Ну, продаются, конечно, изделия, стилизованные под африканский, африканский какой-то стиль. А также обычная ерунда бижутерия, там драгоценности липовые. Ну и соседствуют со всем этим всякая атрибутика, например, типа псевдоавтомобильные номера, видите. Чего здесь только нету? Смотрите. Во! А праздник в самом разгаре. Пахнет шашлыками, сосисками, пивом. Ну, конечно, куда без него, без родимого, без пива. Я себе пиво-то тоже уже сегодня взял. Давайте попробуем подойти поближе. Пахнет шашлыки, пивом. Субтитры подогнал «Симон» 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 И это Ганс Альберс верхом на пушечном ядре из фильма Мюнхгаузен. 43-го года, по-моему, фильм. То есть там немцы по полной программе вложили с него. Фильм был с цветной на пленке, аква снят. Но, естественно, супер-пупер крутой. Он даже сейчас смотрится изящный и очень красивый фильм. Рекомендую. Детям, взрослым интересно посмотреть само то, как это все выполнено красиво. А если вы еще и разбираетесь слегка в немецком кинематографе, то есть смотрели немецкие вестерны, фильмы детективные, классику немецкую, то вам будет здесь интересно вдвойне. Вот, например, Носферату из немого немецкого фильма. Супер-классический немецкий фильм. И этот монстр до сих пор пугает. Потрясает и удивляет, насколько все детально выполнено. С любовью и точностью. Сразу бросается в глаза, что создатели всех этих домов, мостов и арок пытались воссоздать дух фильмов и времени того самого периода. Конечно же, были слегка шокирующие сцены из прошлого. Например, казнь с помощью машины, придуманной Жозефом Гильотеном. Камеры пыток. И естественно, куда же без нее? Святая Инквизиция. В Германии на святых кострах, например, люди гибли за нелепые обвинения в колдовстве. И инквизиторы знали толк в выбивании признаний. Машина правосудия со временем без разбора перемалывала как взрослых, так и детей. А вот и домик, из которого выглядывает Носферату. Фильм Фридриха Вильгельма Мурнау по классике Бромостокера до сих пор считается непревзойденным эталоном фильмов ужасов. И вообще, в кинопарке много укромных местечек, где можно немного пощекотать нервы себе и своим близким. Эй, а как насчет того, чтобы вернуться в детство и, вообразив себя ковбоем, немного пострелять в тире? Атмосфера Дикого Запада не оставит равнодушным никого. Берите в руки ружьишко и вперед! Шатаясь по аллеям этого чудесного места, посвященного кинематографу, можно встретить довольно-таки много знакомых образов. Именно здесь я увидел его. Культовая собака-дракон из фильма «Моего детства». Бесконечная история была сказкой, посмотрев которую я буквально был восхищен тем миром, который не видал доселе. Экспонаты из «Звездных войн» А также пугающие шедевры творения Ганса Гигера. Головы ксеноморфов из фильма «Чужой 3» и «Чужие» Джеймса Кэмерона. Ну и, разумеется, лицехват. А как вам классическое киноизображение дьявола? А вот это я знаю. Фильм «Метрополис». Фильм «Метрополис». Гениальное творение Фрица Ланга. Фильм, в свое время опередивший само время, в котором он был создан. Рекомендую посмотреть шедевр фантастики. Я здесь. Представили создатели киномузея и современные шедевры ужасов. А именно одно из творений компании Netflix. Популярнейший немецкий сериал «Тьма». И вновь целая комната, посвященная бесконечной истории. На этот раз ее третьи части. Не скажу, чтобы фильм провалился, но режиссер «Рэмбо» и «Байк из склепа» не смог приблизиться к классическому фильму даже и близко. К сожалению. Хотя бестиарий ленты существенно расширился. А в одной из ролей снялся популярный ныне комедийный актер. Гениальный фильм Вольфганга Петерсена остался в далеких 80-х. Там же, где и культовый саундтрек. Войти в одну реку дважды под силу только Джеймсу Кэмерону. И это мы с вами все знаем. И все же чертовски приятно было увидеть знакомых героев здесь, где их заботливо собрали и посадили под стекло. Очень интересно. Заходите сюда в комнату, там чудовище. Итак, вы видите это изобилие. Мы по-прежнему находимся в Филм-парк. И у нас время обеда. На обед у нас жареный картофель, шницель, наггетсы, жареный картофель, жареная сосиска, жареный картофель, севенап, фанта, кола, бир, разливной бир, прошу заметить. Сейчас мы все это будем тестировать. А отдали мы за все это. Какой чек у нас? 30 евро. Евро, прошу прощения. В общем, обед мы скушали. Очень вкусный. Но есть одна проблемка. Короче, смотрите, смотрите и запоминайте. Когда вы здесь покупаете обед, чек здесь не дают. И поэтому считайте, то, сколько вам, сколько с вас берут. Так что нас на 4 евро. Друзья, вот мы лохи из России. А доказать сейчас ничего нельзя, потому что чека нету. Всегда мечтал поуправлять траком, хотя бы игрушечным. Милый и забавный аттракцион, но эмоции через край. Давай, паркуйся, паркуйся. Трак, стоп. Далее экскурсия и краткий рассказ о киностудии Уфа и визит на съемочную площадку. Сейчас мы находимся на экскурсии на немецкой студии Уфа. Сразу оговорюсь, что смысла брать аудиогид нет. Всю экскурсию молодой человек вел на немецком языке. Лишь изредка из-за нас, переходя на английский, давая лишь общие черты и описание тех или иных локаций. Поэтому учите немецкие господа. И, конечно же, внезапный столб воды заставил некоторых вздрогнуть. Кажется, мы успели на очередной аттракцион. Через несколько минут начнется. Но, думаю, мест хороших мы не займем, потому что экскурсия от него львиную часть времени. и мы бежим. И вот оно. Мы на шоу каскадеров. По сюжету дело не обошлось без злых русских. В постановке фигурировал некий кейс, за которым и охотились все участники. Чтобы не усложнять зрителям восприятие, сразу показали, кто есть кто. Есть хороший парень, его девушка и плохие парни, которые в конце все умрут. Под брутальный рев моторов и хард-рок из стоящих бочек и других мест то и дело вырывались столбы пламени, которые слегка обжигали. Зрители визжали от восторга и все снимали на свои смартфоны. Герои стреляли, дрались, падали, поднимались, вылетали с машин. И вот финальный взрыв и поцелуй. Хэппи-энд и аплодисменты! Проснись! Проснись! Я уеду Комарова Сам себя Найду в пучине Если часом Затану А где африканцы? Какие африканцы? Как они? В Берлине фестиваль Кинага Какой Кинага? Ты вообще о чем? Мы были в Берлине ходили в Рейстар там еще был Морган Фримен и каждый день пил немецкое пиво Какое немецкое пиво? Держи свою любимую Палтику девятку А как же Берлин? Какой Берлин? Страна давно на замке граница закрыта мы в любимом Зеленоградске отдыхай Какая-то чушь ничего не понимаю Я тебе говорю увидел президента Ирландии и ходил в фильм-парк на шоу каскадеров Какой президент Ирландии? Какое шоу каскадеров? Иди маленько освежись проветри голову а то опять солнечный удар схватишь И Панаму не забудь Я уеду Комарова Я задум Что в синем море метанолы корабли Я не веку А второго Я уеду Комарова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин